Всем привет на моем канале о растениях Mike Plants, и сегодня мы будем пересаживать вот эти две гигантские секвои. Им уже по полгода, и самое время пересадить их в горшочки побольше. Эти секвои я посеял прошлым летом из семян, которые я привозил в США. Еще две секвои из той же партии растут у меня сейчас в грунте на улице. Гигантская секвоя очень быстро развивает корневую и растет в основном вглубь, поэтому я подобрал вот такой глубокий широкий горшок, сделал его из обыкновенного ведра, просверлил в нем несколько дырок для хорошего дренажа, так как в моем регионе достаточно сложно найти хороший высокий горшок. Для дренажа использую пенопласт, а также немного керамзита. У меня в данном случае был мелкий керамзит, который я просто добавил среди пенопласта. Такой дренаж не только выводит лишнюю воду, но и создает хорошую воздушную подушку для корней. В качестве грунта я решил использовать максимально легкий субстрат. Я сделал его на основе верхового торфа, нейтральной кислотности, также добавил сюда керамзита, циолита, кокосовый субстрат, перлит, хвойный опад, а также немного осмокота удобрения. Профессиональные питомники, особенно на Западе, часто используют просто мелкую древесную кору в качестве основного грунта. В нем вода сильно не застаивается и просто добавляют туда различных удобрений. Но у меня его достать сложно, поэтому я намешал такой грунт. Это мой второй год выращивания гигантских секвой, поэтому я все время экспериментирую с разными субстратами. Эти секвои были посажены в обычные двухлитровые бутылки, поэтому единственный способ их достать, это разрезать эти самые бутылки. Сейчас я считаю, это уже не самый лучший вариант для посадки, но просто у меня здесь сложно найти высокие горшочки, которые так необходимы секвоям, поэтому приходилось выкручиваться. В идеале бы подождать, когда корни оплетут горшок побольше, и тогда ком не будет разваливаться. Но тогда есть риск, что корни начнут заматываться по спирали внизу горшка, и это уже будет мешать нормальному развитию нашего сеянца. В данном случае ком совсем развалился, но это не страшно, хоть и не идеально, но я уже так делал, и в принципе секвой нормально адаптируется. Тем более я вытащил ее из зимнего парника, где она в принципе находилась еще в зимней спячке, и сокодвижение в принципе еще не началось. При пересадке главное, как и с другими хвойными, не заглублять корневую шейку. Вот получилась вот такая вот секвойя, она выглядит пока что нелепо в таком огромном горшке, но поверьте, она довольно быстро начнет в нем развиваться. При первом поливе я хорошо все заливаю из лейки, причем видно, что при таком грунте вода проходит буквально насквозь, и поэтому будет, я думаю, сложно сделать так, чтобы грунт загнил. Все те же процедуры я повторил и для другой секвойи, сейчас я их также пока что поставлю в холодный парник, где они будут ждать весны, а дальше уже буквально где-то через месяц-полтора они тронутся в рост. Также у меня на канале есть видео, где я показывал, как прорастить сами семена, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и удачных вам посадок! Субтитры сделал DimaTorzok